ПРИЗРАК СТРАНЫ РОЖДЕСТВА И ДРУГИЕ ИСТОРИИ Джо Хилл 18+, СБОРНИК ГРАФИЧЕСКИХ ИСТОРИИ ОТ ИЗДАТЕСТВА ЭКСМО Давайте посмотрим, что же внутри Несколько историй ПЛАЩ ПО СЦЕНАРИУ Джейсона Чарамелла ПЛАЩ 1969 ГОД Отпечаток СЦЕНАРИЙ Джейсона Чарамелла КОДЯК СЦЕНАРИЙ Джо Хилла Джейсона Чарамелла И ПРИЗРАК СЦЕНАРИЙ Джо Хилла ВСТУПЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СЦЕНАРИСТА Джейсона Чарамелла Как они придумывали этот сюжет И первая история ПЛАЩ Посмотрите, какой рисунок И мы видим главных героев, которые убегают Один использует плащ, они играют в какую-то детскую игру У него зато интересная ошибка, с ней будет связана определенная история Но в результате несчастного случая он падает, как мы видим Не зря 18+, и жестко разбивается Теперь уже будущее, они уже повзрослели Они уже взрослые, уже в отношении находятся И мы потихоньку смотрим в токсичные отношения Главный герой, он очень нелицеприятный Вообще какой-то на самом деле моральный урод И вот он и с ножом будет нападать, и кричать И потихонечку вся эта история вылится в кошмар В кошмар, что если плащ, который обладает способностью ревитировать Дает своему владельцу возможность летать Попадет в руки морального урода Во что это превратится, как он будет эту силу использовать Как он будет мстить Вообще очень шокирующая, страшная история Здесь гибнуть будут и близкие герои Ну как герои, антигерои Там реально такой засранец, честно говоря, главный герой Вот, и что с ним будет происходить Как он будет мстить всем Как будут страдать его родственники И его любимая девушка И как ревность до добра не доводит Ну в общем, реально жесткая такая Цепляющая история Про то, как суперспособности не всегда идут в добро Во что на самом деле может вылиться Казалось бы, обладание плащом Позволяющим летать Вторая же история Это плащ 1969 год Тоже хорошая, связанная Она как бы с предысторией этого плаща Здесь рассказывается уже о войне И вообще об этом плаще Как, откуда появилась эта способность Левитировать И тоже цепляющая хорошая история Связана вот с этим, например, монахом Который обладал этими силами И как он Свои силы передал Пленнику Пленнику, отцу, главного героя Из первой истории И вот как отец Будем мстить, будем мстить тем, кто взял его в плен Но тут тоже много кровавых сцен Разборок, стрельбы Реально пугающая история Третья история Называется отпечаток Такой интересный триллер Про главную героиню Которая тоже после войны И вот получив послание На котором будет отпечаток пальца Возможно ее Как она потихоньку будет вспоминать ужасы войны На что и приходилось идти Когда она была на войне И как это влияет на людей Тут несколько кадров я вам покажу Жестокие кадры Хотя я догадался, например Кто будет ее преследовать И к чему это все приведет Пугающая, пугающая история Посттравматический синдром у героев будет Ну в общем страшненько, страшненько Следующая история Кодяк Это уже фэнтезийная история О том, как мальчики помчались Играли они в определенную игру И заинтересовались происходением шрама У одного знатного человека И вот он рассказывает историю Как он был в цирке Как он бродяжничал Занимался всякими делами для заработка И как, опять же, это не понравилось Брату героини В которую влюбился Главный герой Рассказчик И вот он рассказывает Страшную историю Про монстра Которого нужно было побеждать Ну такая фэнтезийная Хорошая зарисовка Ну и самая большая история Это призрак И это, естественно, вы узнали Знаменитый автомобиль Насферату Страна Рождества Роман Джохила И здесь предыстория Здесь поясняются Определенные моменты Про становление Страны Рождества Если вы помните Страшная-страшная история Страшный мир с детскими фантазиями Куда вот этот Неприглядный, страшный И уродливый, честно говоря Человек увозит Увозит девушку И он ей рассказывает Всякую историю О том, каким он был Как он работал Через что прошел он Кем была его мать Это, опять же, кровавости очень Много Ужасы тут всякие будут Как он захотел иметь автомобили И с помощью этого автомобиля Он начал возить детей В страну Рождества Где все должны радоваться Но на самом деле Там те еще Психи собираются В общем, кровавая Они будут вам рассказать История Здесь и Положительных персонажей Вообще нету Здесь в начале Сцена будет побега Вот И чтобы убежать Они вызывают Как раз таки Человека на этой машине Чтобы он помог им Скрыться от полиции И на самом деле Они понимают Даже отморозки Тут такие Такие значимые фигуры Отморозки Ублюдки реально будут Там и маньяки будут Вот Они попадают В страну Рождества И тоже понимают Что как-то это Не слишком хорошо Как вы видите Много кровавых сцен Будет расчлененка Пугающая Пугающая сцена Строго 18+, А в конце Еще небольшая История В картинках Нас ждет С иллюстрацией В конце идет уже Реклама Ключей Локов Если помните Мне тоже этот цикл Очень понравился От Джо Хилл Вообще Джо Хилл Может будоражить Уже давно Он отошел От имени Отца У него все по-другому Цепляющее Будоражащее Фантазия там Бьет ключом Сборник получился Хороший Реально Толстенький Увесистый Фанзон Шикарно Что он Издал Такой прекрасный Сборничек Тем кто любит Ужасы Тем кто любит Взрослые Графические истории Которые не хотят Марвел и супергероев То даже если И будет супер То он явно Не герой Я эти вам истории Рекомендую Почитать Призрак страны Рождества И другие истории Читайте хорошие книги С вами был Сергей Проект ПО Пока Субтитры создавал DimaTorzok